Привет, с вами Крюкова и мы хотим поздравить вас с наступившим 2018 годом! В этом видео поднять очень важную тему Как накрыть хороший разнообразный праздничный стол Не потратить много денег и порадовать себя к празднику Оставайтесь с нами! И начинаем с класса новостей Наконец у нашего канала появился свой инстаграм Присоединяйтесь к нам в инстаграм И там вы сможете всегда увидеть анонсы наших новых видео И посмотреть о чем они будут Итак, у вас впереди праздничный стол У многих он позади Что? Не так Почему все так? Но как только у нас один праздничный стол позади Сразу на горизонте появляется другой праздничный стол Поэтому эти советы никогда не могут быть лишней Они актуальны всегда Вот только что мы слезли с праздничного стола январского Потом 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, 1 апреля, Пасха И лето! Один сплошной праздничный стол 9 мая, там уже столы будут другого рода И начать стоит составление меню Первый лайфхак Привлеките к этому всю семью Не сидите в одиночку Не копайтесь в соцсетях Не ищите какие-то рецептики Позовите мужа или жену Детей Дети накопают вам вообще просто классные рецепты Салаты Они же все время сидят в этих гаджетах И они все время что-то отслеживают Какие-то модные, современные всякие штучки Они вам расскажут, какие лучше печенье испечь Какие лучше салаты сделать И где-то за месяц, может быть за пару недель Начните составлять список блюд Из чего состоит праздничный стол Это 3-4 салата Но Оля считает, что нужно 5-6 Но я считаю, что 3-4, но не важно Потому что Оля любит салаты 3-4 салата, раз Второе, это мясное горячее блюдо Может быть оно с гарниром А может быть это какое-то блюдо Самостоятельное Типа плов, жаркое Нарезка мясная, нарезка сырная, нарезка рыбная Нарезка называется рыбная? Ну да Нарезка рыбная Это овощная, овощная Фруктовая Фруктовая нарезка Ну не нарезка, а фрукты Просто фрукты, это десерт фрукты и сладкое И напитки Да Лучше, конечно, если это будут блюда новые С интересными вкусами Потому что где же еще пробовать новые блюда Как не на праздники Когда вы составили список блюд с ингредиентами Вы эти ингредиенты в количестве просчитываете И выносите в отдельный список Который называется список продуктов Потому что самое отвратительное Со списком блюд идти в магазин Идти в магазин со списком блюд Рулет, рулон То есть ты думаешь Мне к салату нужны яйца К этому 3, к этому 2, к этому 5 50 сразу 60, да, по 3 десятка продаются Возьму я побольше А вдруг мне не хватит На самом деле Когда мы идем со списком блюд И не просчитываем заранее количество То мы покупаем гораздо больше А что-то совсем не покупаем Но чаще всего мы боимся Что-то Мы лично покупаем лишнее Есть люди, которые покупают меньше У кого-то может быть глаз намет Но мы говорим за себя Мы, вы сами понимаете Очень боимся остаться голодными В праздник Поэтому мы, конечно, купим немножко побольше И это большая беда Потому что потом в холодильник Это все не вмещает Это все теряет свою свежесть У нас уже 3 холодильника У нас теряет свою свежесть Актуальность, праздничность И поэтому мы Вот в этом году пришли к такому выводу Что лучше все рассчитать И у нас получилось От чего это видео родилось Как покупать Есть классные приложения Делюсь с вами секретом Сама недавно узнала Вот я, например, пользуюсь одним приложением Которое мне показывает Все супермаркеты Которые находятся вокруг меня И берете те продукты Которые у вас в приоритетном количестве То есть мясо, яйца, молоко Сыр, молочные продукты Нарезки И смотрите, где эти продукты со скидками Можно прямо в приложении составить список Идете в этот магазин Где видите, да, действительно Как в приложении скидки Так и в магазине И берете то, что вам нужно Перед праздником Когда у вас покупка идет большая То можно обойти и 2-3 магазина И благодаря приложению В каждом магазине взять продукты По очень выгодной цене Вы сэкономите очень хорошие деньги Перед праздником в магазины кидают драйверы Очень привлекательные продукты У нас майонез был в огромных упаковках По 50 рублей И мы нормально пошли Купили там только майонез Кидают этот драйвер Для того, чтобы вы пришли за майонезом А купили все остальное по дорогой цене И поэтому вот это приложение Оно очень сильно экономит деньги Отрезвляет мозги И ты идешь и берешь только то, что нужно И первый поход за продуктами Назовем его предварительный Вы совершаете тоже как можно раньше За 5 дней, за неделю Почему предварительный? Потому что все купить сразу нельзя Есть продукты скоро порчащиеся Есть продукты, которые нужны на стол свежими Ну, например, там лаваш У нас, да, у нас было рулеты И нам нужен был вот этот тонкий армянский лаваш И, конечно, он не пролежит неделю Поэтому такие продукты остаются непосредственно Ближе к празднику И вот все, что можно купить заранее Вы покупаете где-то за неделю У вас нету вот этой суеты И вы трезво, нормально, расчетливо Все закупаете, кладете в холодильник И в день, когда непосредственно торжество С утра Вы идете, начинаете готовить Вы увидите, чего у вас не хватает Идете и докупаете конкретно эти продукты У меня, кстати, есть даже такой вот Мой секрет То, что когда мы вот закупаемся В магазине И вот до момента праздника Я в магазин не хожу Потому что я за себя не отвечаю В магазин ходит муж Потому что я знаю, что если я его за молоком послала Он придет только молоко А вот если я иду за молоком То я обязательно увижу Много чего-то очень важного и нужного Что тоже можно было добавить Да, пригодиться на праздничном столе И поэтому я себя просто закрываю от этого И я говорю, у меня все есть Я все купила Мне всего хватает У меня шикарный стол Прекрасные блюда И мне просто не нужно ходить в магазин Наш совет Вы все равно пойдете Ну, если это Новый год То 31 числа все равно пойдете в магазин Как бы вы не старались Все купить заранее Что-то обязательно забудьте взять И побежите Так вот, не надо ходить Все предварительные дни в магазин Потому что каждый раз Будет покупаться что-то новое Что-то лишнее В больших количествах И когда вы закупаетесь к праздникам Обращайте внимание Что те продукты Которые с большими скидками И по большим акциям Они могут быть, ну, не просрочены Но у них срок годности Может истекать завтра И поэтому всегда смотрите срок годности А если это что-то в вакуумной упаковке Типа рыбы там, мясо Обязательно понюхайте То есть нормально это Свежее ли это Как это выглядит Посмотрите Производит ли это впечатление Свежих продуктов И фрукты Фрукты всегда нюхайте Фрукты, овощи Я огурцы покупаю Только те, которые пахнут Я не покупаю огурцы Просто ради огурцов Чтобы это выглядело как огурец Это должно еще и вкус давать огурца Поэтому обязательно нюхайте То, что вы покупаете А зимой найти то, что пахнет Действительно свежими натуральными продуктами Это большая трудность Обязательно нарезайте нарезку Прямо в магазине Ну, во-первых Вы никогда не нарежете так красиво Ровно и тонко Как это сделает специальный аппарат Который стоит в магазине Это раз Во-вторых Когда вы покупаете продукт В нарезанном виде Вы его покупаете гораздо меньше Потому что в нарезанном виде Колбаса, мясо, сыр Дает ощущение массы продуктов И вы, опять же, не будете покупать лишнего Если вы будете покупать куском Но на стол На 6-7 человек Вы будете каждого там Вида мяса Покупать по полкилограмма Соответственно Вы накупите 3-4 килограмма Все это будет абсолютно Лишнее Слушай, про виды мяса Видела такой лайфхак Я, правда, не знаю для кого Это оказывается Гости за столом В мясной тарелке Сначала съедают Карбонат Мясо А потом только съедают Сервилат То есть он особо никому не нужен И опытные хозяйки Отличнее я даже не разбираюсь, что это такое Ну, колбаса и мясо Ну, мясо и колбаса И что первые едят? Едят мясо все сначала А, умные Ну, я, кстати, тоже мясо Я колбасу вообще не ем, в принципе Вот Но от опытной хозяйки От таких, как я Кладут, в общем, мясо Под колбасу Потому что якобы гость Он не будет это все ворошить И сначала Под хлеб Сначала съедят колбасу И под картошку Вот Поэтому самоопытные не выкладывают Не приглашают гостей Очень удобно Самый экономный хозяйок Пошел к картоху Лайфхак Небольшая картоха такая В мундирах сваренная Кушайте гости Вот соль Вот картошка Вода Еще вода А колбасу спрятали Вот картошка У нас в юности был такой опыт Мы пришли на свадьбу К нашим друзьям И когда нас запустили В огромный, ну, банкетный зал Там свадьба была огромная Человек на сто И хорошее кафе Хорошие столы И мы все сели за стол И увидели, что у каждого в тарелке Лежало заливное Размером с тарелка На минуточку И это заливное Да нет, оно даже было не очень такое большое Ну и тарелочки были очень большие Но что такое заливное Это какое-то вареное мясо в желе Ну, вареное Я не люблю такие блюда Блюда есть не будешь Если поставить вот рядом Вот не наколит ни один человек Так унесешь домой После этого стола Повар понесет домой все это мясо Но так лежат в тарелке И ты не можешь ничего в тарелку положить Все гости съели это заливное Я в том числе И буквально через 20 минут Я почувствовал, что меня обманули Потому что я был сыт И я хотел все эти явства Колбасы и салаты Которые лежали А все там заливное А я был И очень Я очень реально был сыт Я был До возмущения Сыт Я не мог заставить себя ничего это съесть У меня в два раза было такое возмущение Первое это вот на этой свадьбе Второе это на пароме Хельсинки и Стокгольм Где за 40 евро Я не мог съесть Даже на 5 Как мне казалось Я не мог съесть Ту сумму Которую заплатил За этот шведский ужин Отдельная история Плыли мы в Стокгольм И Алексей понял Что он прогадал Он был очень голодный И он поел Где-то часа за 2-3 До этого ужина Мы очень долго ехали И когда мы плыли обратно Он сказал Я отомщу Я не ел с утра Я отомщу И он не ел с утра И все равно не смог Съесть все что хотел Ну там шикарно Это Швеция И это шведский стол Нет ничего более крутого Шведского стола Ни в одной стране мира Мы не видели Такой шведский стол Как в Швеции А в Швеции Мы были 3 раза В разных местах Там самые крутые шведские Давай вернемся К русским проектам Да Итак Нарезку нарезаем в магазине И переходим теперь к напиткам Алкогольные напитки Мы трогать не будем Здесь каждый покупает Что он хочет И в каких количествах Он хочет Это дело абсолютно Каждого человека А вот соки и лимонады Многие ошибочно считают Что соки для детей полезнее Потому что это якобы соки На самом деле Я не видела у нас в магазинах Ну в стандартном разливе Скажем так Натуральные соки Все соки Это та же самая химия С сахаром Как и лимонад Если вы хотите действительно Поставить на стол что-то полезное А мы вот например У себя дома стараемся Это ставить на стол То это либо компоты Либо это морсы Либо какие-то домашние соки Которые готовят Бабушка с дедушкой Да, домашние соки Сваренные соки Сваренные компоты Купите просто даже Замороженные фрукты В магазине И сварите сами Дома компот Из замороженных фруктов А еще лучше Наморозьте летом И чтобы у вас Круглый год Был вкусный Морс компот На столе Из ваших Собственных фруктов И вода Сейчас такое время Когда стало модным И это очень хорошо Иметь на столе воду Чистая вода Стоит в бутылочках Или в графинах И она пользуется спросом Очень многие люди И вот Ольга всегда пьет воду И я вижу Везде где мы бываем Везде пьют воду Кафе за столом Приносят графин с водой Просто так Ну чаще Это за границей конечно Вот за границей Вот в очень многих кафе Вот в Греции мы были Приносят сразу Графин с водой И тарелку с хлебом Сразу Это за счет заведения То меня вообще Покоряет сразу Это кафе То есть они обо мне подумали И вот у нас дома За столом Мы сейчас всегда Ставим графин с водой Вода у нас из кулера Мы ее привозим Сами с источника И маленькие дети Всегда выбирают За столом Воду Если они не испорчены Не пичкайте их Сахаром Лимонадом Соком Не надо Не настаивайте Очень многие родители Начинают переживать У меня ребенок пьет только лимонад Так он начал пить лимонад После того как вы его заставили Его пить Вы ему наливали На пей лимонадик На я тебе купил Ой это прям мы уходим В отдельную тему И соль и сахар То же самое Подсолите Подсолите Не надо солить детям У них нормальный Не испорченный вкус Буквально вчера На Новый год Наш ребенок ел Что вы думаете Наслаждался За столом сидел Хрумкал И был счастлив Ничего больше не нужно Было огурцы и помидоры Которые пахнут огурцами и помидорами Когда у вас впереди праздник И вы покупаете продукты Для праздничного стола То купите их Чуть больше Вашего списка Именно для того Чтобы ваши родные и близкие Которые облизываются Вокруг холодильника Могли какие-то из продуктов Попробовать до праздника Может быть сделать Маленький салатик Может быть сделать Какие-то бутерброды Попробовать чуть-чуть нарезки Ну чтобы они вот не ждали Прям вот не нагуливают Этот страшный аппетит Что только в праздник И больше никак Это просто расслабит обстановку Потому что праздничное настроение Создаем мы сами И многие взрослые Вот сейчас в социальных сетях Жалуются, что у них нет праздничного настроения Знаете почему? Потому что когда мы были маленькими То праздничное настроение Нам создавали взрослые А когда мы стали взрослыми Никто не торопится Создать вам праздничное настроение И поэтому сделать это можете Только вы сами Подберите праздничную музыку Приготовьте плейлист С праздничными фирмами отдохните, расслабьтесь, пусть в вашем доме играет эта музыка, пусть у вас будут какие-то интересные праздничные блюда, пусть пахнет корицей, те же праздничные продукты, если это Новый год, пусть это будут мандарины, если это не Новый год, пусть это будут какие-то сладости, и у вас начнет подниматься ваше праздничное настроение, и тогда вы можете почувствовать себя чуточку счастливее. И еще один совет, касаемый Нового года, уже много-много лет, у нас есть не новогодняя ночь с огромным столом, а у нас есть праздничный ужин, когда у нас вся семья кушает, потому что тянуть детей до 11, до 12 ночи, это довольно сложно, поэтому часов 8 у нас праздничный ужин, когда мы вот едим все, что мы приготовили, а непосредственно на саму Новогоднюю ночь остаются интересные, ну, какие-то закуски, интересные салаты, уже вот в удовольствие какие-то нарезки, которые каждый может брать и по чуть-чуть кушать, именно не перегружая себя и свой желудок, хотя он все равно перегружается. Естественно. Без этого никто. Мы уже приготовили 5 салатов, мы купили 4 нарезки, еще мы не сказали ничего про торт, про сладкое, которое тоже всегда есть, всегда это украшает стол, и все мы ждем, поедая нарезку, с салатами, что еще в конце мы нахлобучимся тортиком и почувствуем себя по-настоящему счастливым человеком. И вот тут праздничное настроение оно накроет, да? Вместе с закрыванием глаз. Мы надеемся, что наши праздничные советы будут вам полезными и что мы смогли поднять вам настроение. А какие у вас есть праздничные лайфхаки? Пишите нам в комментариях, нам это будет очень интересно, мы обсудим. Убелитесь своими любимыми блюдами. Потому что, как мы начали это видео, праздник один закончился, а следующий мы уже видим и уже подсознательно начинаем к нему готовиться. Присоединяйтесь к нам в инстаграм, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. И нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть эти видео первыми. С вами были Крюковы. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok